Любовь ученика и учительницы и встречи через много лет На чтение 5 минут просмотров 148 опубликовано 4 февраля 2020 года Люба только окончила институт и сразу ей повезло Её взяли в школу преподавать английский в младших классах Она была рада, сложно найти работу сразу после института Уже во второй половине учебного года Директор школы предложила ей проводить дополнительные занятия с учениками выпускных классов Она с радостью согласилась, ведь это дополнительный заработок Там она и увидела этого парнишку Он её впечатлил сразу, с первого взгляда Высокий, статный, да и учится Не сказать, что круглый отличник, но один из лучших учеников в школе Как потом она узнала, он готовился поступить на факультет международных отношений А там требовалось хорошее знание иностранного языка Люба во время занятий всё больше и больше обращала на него внимание Она понимала, что он несовершеннолетний, поэтому не предполагала близких отношений с ним Она влюбилась в него просто потому, что это был её мужчина по характеру Макс, так его звали, тоже начал обращать внимание на свою учительницу Уже не как ученик, а как мужчина, замечая её фигуру, как она поправляет волосы, улыбается, смотрит на него во время занятий Наступил уже апрель месяц, на улице установилась тёплая весенняя погода Как-то после занятий он решился её проводить, она согласилась С этого дня у них начался роман Максу в мае месяца исполняется 18 лет Люба думала об этом и в мечтах представляла их близость Весь май и июнь прошёл в подготовке к ЕГЭ и сдаче его Было некогда думать о личных переживаниях, но всё равно При каждом удобном случае Макс и Люба проводили время вместе Ходили гулять по набережной, наслаждались общением друг с другом Наступил выпускной бал Люба одела красивое, белое, пышное платье Она была как невеста в этом платье Макс надел чёрный классический костюм Его родители имели хорошее образование и достаток, чтобы воспитать красивого умного сына Весь бал они протанцевали вместе После бала они не пошли вместе с другими выпускниками на ночные гуляния А поехали в гостиницу и сняли номер Прозанимались любовью всю ночь, наслаждались друг другом Но и после этой ночи они стали встречаться, чтобы любить друг друга Родители Макса узнали об этой связи Они были категорически против их встреч, об этом они сказали Максу Но особенно его не напрягали, так как знали, что он в августе уедет в Москву Поступать в институт и забудет Любу Так и произошло Макс уехал в другой город Поступил в институт, встретил там девушку Они уже во время учёбы расписались Родители были рады хорошей партии их сына Его жена была из богатой семьи Она жила в Москве и училась с Максом в одном институте Прошло 10 лет, за это время Макс окончил институт Родители жены устроили его в хорошее место на работу Всё есть, семья, работа, жильё, живи и наслаждайся Одного только не было Взаимопонимания между ним и его женой Родился ребёнок Макс начал отвлекаться от внутрисемейного непонимания тем, что занимался ребёнком Но наступил день, Макса уже исполнилось 39 лет Их ребёнку уже 18, он решил развестись Жена легко согласилась, так как тоже понимала, что у них с Максом никогда не было любви Был расчёт и желание их родителей Макс поехал в свой родной город навестить своих стареньких родителей и родственников Так получилось, что проезжая на такси из аэропорта Он проезжал мимо школы, где он учился Такси остановилось на пешеходном переходе перед школой В это время по нему шла красивая женщина лет 40 Присмотревшись, у Макса в голове возник образ той, которую он любил когда-то Да и всё время семейной жизни он помнил о ней Но не решался ей позвонить или приехать Хотя время от времени бывал в своём родном городе Он попросил таксиста остановиться А сам вышел из такси и позвал её «Люба, это ты?» Она взглянула на него Её глаза заблестели от нахлынувших чувств Она, как и прежде, любила его Поэтому не хотела вмешиваться в его личную жизнь Хотела ему счастья Хотя ей время от времени очень сильно хотелось приехать к нему «Макс, это ты?» «Да, это я» «Люба, прости меня, я люблю тебя, как тогда» «Но жизнь такая сволочная штука, что вот так получилось, как получилось» «Да ничего, жизнь есть жизнь» «Люба, садись в машину, поехали, поговорим где-нибудь» «Хорошо», они доехали до ближайшего кафе И начался разговор двух любимых, но на время расставшихся «Люба, ты так и работаешь в школе?» «Да, я стала завучем этой школы» «Макс, ты знаешь, я любила тебя тогда, люблю и сейчас» «Поэтому я не мешала тебе строить свою жизнь» «Как твоя семья?» «Я развёлся», — Макс покачал головой «Ребёнок взрослый, мы развелись совсем недавно, месяца два как назад» «Макс, ты знаешь, я хочу тебе сказать одну вещь, только ты не переживай, у нас всё хорошо, и я тебя люблю» «Макс, помнишь тогда, после наших встреч, ты уехал в Москву учиться, и так там и остался» «Да, помню, Макс, тогда у меня родился ребёнок, ей сейчас 22 года, она знает, что отец, которого с ней не было всю жизнь, любит её, просто жизнь такова, что его нет рядом» «И она ждёт своего отца до сих пор» «Поехали ко мне домой, я тебя познакомлю с твоей дочерью» Вот так и получилось, что спустя много лет он нашёл свою любовь, и жизнь наконец-то дала им шанс прожить её счастливо Спасибо, что дочитали до конца Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репост в свою ленту в соцсетях Подписывайтесь на новые публикации Спасибо, что он для вас Это, например, ты what do you could do? С вами amazingly papel «2-ем-2-ем-2-1-ем-4-ем-3-2-ем-2-Thull and the�r-1-1-0-1-2-1-3-2-1-1-2-3-1